Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Душа моя Господи. Благослови, Душа моя Господи. Бедовы же, сотворив же достойное ранам, биен будет мало. Всякому же, ему же дано будет много, много взыщется от него. Ему же придашье множейше, множейше просят от него. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня вторник, 19 ноября. В этот день Церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение от Луки, 12 глава, 42 по 48 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. Господь же сказал, кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им свое время, меру хлеба. Блажен раб тот, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет Господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. А раб же тот, который знал волю Господина своего и не был готов и не делал по воле его, бить будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бить будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много верено, с того больше взыщут. Такое Евангелие, братья и сестры, слышим в сегодняшний день мы с вами. В этой евангельском рассказе Господь предлагает нам образ мудрого и глупого Дома Правителя. Если мы постараемся растолковать этот евангельский отрывок, то увидим, что здесь для нас предлагается притча в более широком смысле о втором пришествии спасителя. Ну а в более узком смысле говорится о неком времени, которое дает Бог человеку перед встречей непосредственно с ним, с Богом. На востоке Дома Правителя обладал неограниченной властью, хотя и сам был рабом. И вот таковой поставляется Господином в день, в время его отсутствия. Что же здесь случается? Один Дома Правитель говорит в своем сердце. Нескоро придет Господин мой и начнет бить своих слуг и служанок, есть и пить и напиваться. Что же случается здесь? Приходит Господин Рабатову в то время, в которое он не ожидает. И естественно наказание для этого человека становится очевидным. Другой, который знает волю Господина, он готовится к этому и совершает поступок благоразумный. Итак, ошибки глупого Дома Правителя заключаются в том, что он полагает, что вообще забывает о том, что наступит когда-то то время, когда придется дать ответ за все свои дела. Так часто случается, что и мы с вами забываем порой о Боге, вообще в принципе и о ответе за все те поступки, проступки, которые мы совершаем. То есть порой мы помним с вами о том, что Бог есть, а в какой-то момент в своей жизни мы забываем о том, что Бог есть и совершаем какие-то глупые дела в своей жизни, греховные дела, промахи. Но потом вновь вспоминаем о Боге и как-то стараемся свою жизнь выправить. Так вот первая ошибка, первая мораль этой евангельской притчи заключается в том, что мы не должны забывать о том, что всякий раз мы отвечаем за каждый свой поступок и ответим за каждый свой поступок. Другой момент, о котором забывает вот этот глупый домоуправитель, заключается в его словах. Он говорит, не скоро придет господин мой, не скоро он придет. То есть неизвестно, когда он придет, но не так скоро. То есть я еще могу сделать то, что я бы хотел. И вот это следующая ошибка, которую допускает этот человек. То есть нет более опасного предположения, что у нас впереди очень много времени. Что у нас впереди достаточно будет того, что мы может быть исправим свою жизнь. И вот это есть огромнейший промах человека, который полагает так. Не скоро придет господин мой, не скоро будет второе пришествие, не скоро еще, еще долго осталось мне жить на этом свете. Я еще довольно-таки молодой человек, в расцвете сил, и нет у меня необходимости пока что идти с тем покаянием, которое я могу совершить позже. Времени у меня еще предостаточно. Но в священном писании мы можем найти такую строчку. Помни, что дни лукавы суть. То есть дни лукавы суть. Нам каждому неизвестно, сколько Господь отмерил каждому из нас времени здесь, на земле. Если мы с вами тянем для себя время покаяния, оттягиваем для себя встречу с Богом, всячески уклоняемся от этого, полагая, что достаточно будет еще времени к тому, чтобы встретиться с Богом, чтобы свою жизнь исправить, то мы очень глубоко ошибаемся. Мы очень наивно думаем. Ибо не знаем, в который час придет господин мой. То есть мы не знаем, в который час Бог придет к нам. И это может быть в широком смысле действительно второе пришествие спасителя. Но в узком смысле это и есть смерть всякого человека. Ибо мы не знаем, когда настигнет нас смерть. Когда настигнет нас эта участь. А так или иначе, рано или поздно, смерть настигнет всякого человека. Это может случиться в любую минуту и в любую секунду. Не случайно всем нам известна латинская пословица. Помни о смерти. Помни о смерти. Это напрямую черпается из священного писания, из слов самого Христа. Об этом пишут и святые отцы. Делай дела так, как будешь жить тысячу лет. Но молись так, как будто умрешь завтра. Вот такое резюме можно подвести под сегодняшним небольшим евангельским повествованием. Помнить постоянно о том, что времени у нас может быть не хватить или вообще уже нет на то, чтобы совершить покаяние. Стремиться к этому. Не забывать о том, что всякий раз мы ответственны за все те дела, за все те поступки и даже слова, которые совершаем. Не случайно Господь говорит в Писании, что за всякое слово праздное дадите ответ. Даже за слово. Не только за поступок, но и за слово. Поэтому Господь и предостерегает нас вот от такого промаха в нашей жизни, христианской жизни, который может случиться. Пойдем ли мы путем мудрого Дома Правителя и будем готовиться к пришествию Христа. Готовиться всей своей жизнью. Встретить Его достойно. Встретить Его и максимально приложить все те усилия, с которыми мы могли бы увидеть Христа. Либо будем полагать, наивно думать о том, что Господь еще не скоро явится. Что у нас достаточно времени на покаяние. И это можно сделать в какой-то тот момент, когда будет у нас настроение или время. Но это ошибка. Это ошибка, которая случается и может случиться со всяким человеком, который отлагает время своей встречи с Богом. И вот так же здесь Господь в конце этой евангельской притчи предупреждает нас. От всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут. То есть мы с вами слышим слово Писания. Мы с вами слышим голос Церкви. Слышим голос Христа. В своем сердце, в своей жизни. Во многом и другом то, что нас окружает. Это означает, что уже нам многое дал Господь. И то время, которое дает нам Господь, это уже много. И вот ежели нам много так дано, это означает то, что и много с нас спросится. Поэтому не будем отлагать время нашего стремления к Богу, время нашего покаяния и время нашего осмысления всего того, о чем говорит нам Господь. Такое евангелие, братья и сестры, читали в этот день сегодня мы с вами. Мы читали евангелие от Луки, 12 главу, 42 по 48 стих. Ну а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Напоминаю вам о важности и необходимости чтения Священного Писания самостоятельно и дома. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь.